Русская православная церковь В прошлом году, когда в период самоизоляции в храмах была добавлена полутораметровая разметка для того, чтобы прихожане могли ориентироваться и соблюдать социальную дистанцию, также обязательное требование было введено от ношения масок, по возможности перчаток. Был установлен регламент по обработке всех контактных поверхностей, ну их дезинфекция. Вот этим всем требованием до сих пор сейчас все храмы продолжают следовать. Теперь важнейшие богослужения, совершаемые в Красноярской митрополии, можно увидеть в прямом эфире краевых телеканалов. Вебинары и трансляции событий стали частью повседневного служения приходского духовенства и епархиальных структур. И виртуальными участниками ежегодного церковно-общественного форума рождественских образовательных чтений в 2021 году стало намного больше людей, чем могут вместить самые крупные залы и аудитории Красноярской. В некоторых храмах появился такой формат, как трансляция богослужений в онлайн. То, что касается миссионерского служения и каких-то иных, да, благодаря тому, что есть те какие-то там чаты в социальных сетях и так далее, это вот служит как объединяющим таким вот фактором. Несмотря на сложный для нашей страны период, сегодня появляется немалое количество церковно-общественных просветительских начинаний. Например, познакомиться с самыми значимыми для православных верующих святынями Красноярского края можно в формате видеоэкскурсий. Авторы проекта представили первое в истории региона виртуальное паломничество к чудотворным иконам, старинным храмам и православным реликвиям. Надо было, безусловно, найти какое-то решение определенное этих роликов, этих сюжетов, этих фильмов. Каждый из этих 15 роликов, 15 фильмов – это путешествие, экскурсия своего рода, если можно, конечно, это слово здесь употребить. Это паломническое странствие по тому или иному святому для сердца православного человека месту нашего края. Целый ряд начинаний, связанных с изменившейся в мире обстановкой, уже сегодня вошел в общественно-церковную жизнь, делая знания церкви более доступными. Ведь в самых тяжелых в жизни общества ситуациях именно слово и опыт церкви оказываются обществом особо востребованным. Субтитры создавал DimaTorzok